Друзья, всем привет! Это Кэп у микрофона. Ну что, сразу с места в карьер прекрасные новости. Дата релиза обновления для Stone Shard Rex to Riches выходит уже 16 декабря 2024 года. Да, вы не ослышались. Новая, глобальная, масштабная, гигантская, просто космических масштабов обновления для игры Stone Shard Rex to Riches выходит 16 декабря 2024 года. То есть, осталось ждать буквально 2 месяца, да, и мы будем играть в крутейшую обновку. Ну и давайте сейчас погрузимся в пучины последнего деблога перед выходом большого глобального обновления Rex to Riches. Посмотрим, что мы уже знаем, чего мы еще не знаем, но скорее это будет просто как проверка и закрепление уже изученных деблогов, которые мы с вами, между прочим, также записывали, прослушивали и просматривали. Так что погнали, посмотрим, что теперь в разработчике. Я еще, честно говоря, сам его не читал, не смотрел, это будет такой сумбурный влет, наверное, поэтому будет интересно. Итак, что пишут разработчики? Привет, это последний деблог, посвященный грядущему обновлению Rex to Riches, который станет крупнейшим за всю историю игры. Да-да, я уже похвалил игру, ага. Сегодня, как было обещано, мы рады анонсировать дату его выхода 16 декабря. Да, 16 декабря, год не написали, но будем надеяться, что это 24. Ладно, это шутка, конечно, 24, конечно, само собой. Уже 24, а, 24, 16 декабря, почему 24, скажу, не знаю почему, наркоман. Короче, перед нашими большими каникулами, праздниками 16 декабря выходит большое глобальное обновление. И как раз-таки, я думаю, к началу наших длинных новогодних выходных они допилят весь контент, что касается багов, скорее всего, основных. И будем все выходные, как это, зимние, играться в Столнушарт, я почти в этом уверен. Написано, что новая, короче, картиночка. У нас тут будет, скорее всего, встречать нас при входе в игру постоянно вот этот теперь баннер. Да, что видно интересного здесь у нас? Ну, окей, само собой, это карван, само собой, это место, где карван стоит. И, видимо, данж, в котором мы будем ходить с этим карваном. Или же какой-то фортпост, пока не понимаю. Но, скорее всего, по сути, потому что разваленный, это, скорее всего, будет какой-то данж. Что это так? Чисто просто арт прикольный, красивый. Мне нравится, лично. С чего пишет еще интересно? Заранее распланируйте зимние праздники, так как нам не вынерпится поделить с вами результат нашей работы за прошедший год. Пока самое время продвести итог на проделанном прогрессе. Представить список всех нововведений, которые... Вот, отлично, наконец-таки. Вот, люди постоянно спрашивали, типа, такие... О, чего? Это, типа, все нововведения, которые будут в это обнови, чего в год делали? О, непонятно. Чуваки, сейчас специально для вас общий девлог. Все нововведения очень кратенько, которые будут ждать нас в игре. И если интересно, почитайте или послушайте про остальные более тонкие моменты. Вы всегда это можете сделать на канале или просто где-нибудь поискать в интернете, если вам хочется. Там нововведений очень много, на самом деле. Пойдемся по темам. Первого на первом появляется большая масштабная вещь, ради которой все это затевалось. Называется она караваном. Да, теперь у нас будет своя повозка, свой, что называется, свой карет, в который мы будем перемещаться по карте. Которая будет тратить ресурсы, которая будет нашей передвижной, в общем-то, базой. И что пишет разработчик нам по этому поводу. Караван – это ключевая система обновления, которая сильно поменяет подход к путешествиям и следованию карты. С помощью каравана мы сможем быстро и удобно перемещаться на большие расстояния. А также раскладывать собственный лагерь на любом доступном тайле. Например, не подреку от нужного нам подземелья, поселения или же точки интереса, о чем, в общем-то, тут уже говорил. При этом важно помнить, что караваном является системой быстрого перемещения по запросу. Для его использования потребуется особый ресурс – фураж. Ну, фураж, собственно говоря, как топливо используется. После каждого путешествия лошадям понадобится некоторое время на отдых, и вам нужно будет задать на фураж что-то подготовить, да, чтобы можно было кататься дальше. Есть специальная ссылочка, по ней можно перейти, посмотреть девлог, посвященный чистой системе каравана. Там очень много деталей было и очень много нюансов. Все мы сейчас вспоминать, конечно же, не станем. Хотите, честно говоря, я сам не вспомнил всех тонкостей деталей. Но перед обновлением мы обязательно пробежимся, еще раз перечитаем. У нас будет, я думаю, отдельно большое и огромное просто видео, где мы разберем вообще просто все влоги, которые были. Оно будет, мне кажется, 63 или типа того. Ну, ничего, будет чем заняться перед обновлением. Будем вспоминать все, что называется. А так, основу, да, про караван нам сказано. То есть мы сможем передвигаться на ограниченное расстояние, естественно, потому что у нас не будет бесконечного запаса топлива. И усталость лошадей также будет накапливаться. Нужно будет их накормить, нужно будет, например, ресурсами. В караване у нас что будет? У нас там будет своя передвижная база, да, собственно говоря, с последователями и так далее. Но об этом сейчас немножко поговорим отдельно. Что касается самого каравана. Караван можно будет улучшать. Улучшения призваны сделать караван быстрее и удобнее, а лагерь функциональнее. Всего в Рекс Туричи доступно 25 улучшений для отвлечения скорости и дальности передвижения каравана. До установки на стоянке личного алтаря или возможности получить репутацию за убийство врагов в округе поселения. Напомню, что улучшение каравана, вот это важно. Давайте еще раз, слушайте внимательно. Вот просто максимум концентрации. Все скиллы, которые здесь есть, которые касаются улучшения каравана, они не тратят ваши очки персонажа. Это отдельная система. На это даже не смотрите. Требуются ресурсы, чтобы открывать улучшение каравана. Не ваши характеристики персонажа. Это отдельные системы, которые качаются вне зависимо от того, получаете в лав-лап персонажем или же нет. Еще раз. Есть люди, которые у них проблемы с восприятием, я знаю. Всем сложно, мне тоже. Вот, еще раз. Скиллы каравана качаются при помощи расходников и специальных рецептов, если я не ошибаюсь. Здесь не требуются ваши скиллпоинты персонажа. Забудьте, персонаж качается отдельно. У него своя дорога, у каравана своя. Это разные вещи, разные системы, разные принципы и подходы. Есть 44-д-влога, посвященных, между прочим, улучшению каравана. Каждая из этих систем описана, уже проговорена и так далее. Так что к этому тоже вернемся и посмотрим. Вот, опять же, просто как напоминаю о том, что такое, в общем-то, будет. Далее. О чем я тоже упомянул. Появится система последователей. Последователи, короче говоря, это чуваки, которые будут с вами вместе кататься вашим караваном, что называется. Знаете, такой маленький цыганский табор, который передвигается вместе с вами, он помогает вам упрощать вашу жизнь и что пишут разработчики. С помощью верного вы сможете заручиться поддержкой трех небоевых последователей. Будут тут помогать вам с торговлей, починкой, прокачкой и другими вещами. Каждый последователь уникальный персонаж со своим заданием найма. То есть, для того, чтобы получить каждый персонаж, вам нужно будет пройти некий небольшой квестик. Для того, чтобы персонажа в свою повозку, в свой табор, что называется, получить. Вот, у каждого будут свои перки, реплики и караванные события. То есть, внутри каравана периодически будет что-то происходить. То есть, они будут как-то между собой общаться, будут с вами общаться, взаимодействовать и так далее. Может, даже будут дарить вам подарки. Вот, чем лучше они узнают вашего персонажа, тем выше будет их лояльность. И, соответственно, тем больше возможностей откроется вам, да. Может быть, они вам подарят какую-нибудь заточку в печень. Это шутка. Тупая, да, зла. Ну, в общем, такие дела. Есть, опять же, девлог. Опять же, опять же, мы уже читали, смотрели. И там очень много разных тонкостей и нюансов. Это будет очень прикольно, потому что сильно оживит игру, что называется. Далее. Появятся поселенческие ситуации. Это, в общем-то, специальные события, которые будут происходить в городах случайно. Или же в зависимости от того, какие действия вы принимаете или не принимаете в мире этой игры. Ситуация добавит непредсказуемости вашему приключению. Это все возможные события, которые случаются в деревнях. От процессии паломников и конкурирующих наемников до ярмарок и моровых поветрий. Когда все умирают, я так понимаю. Ситуации приносят новые возможности и трудности. Влияют на местную экономику. А также частично зависят от ситуации в округе. Например, наличие незачищенных подземелья. В общем-то, о чем я говорю. Что либо ваше действие, либо бездействие проводит к тому, что в городе происходит какое-то событие. Опять же, там целый список и плеяда, что называется. Или, наверное, даже перечисление условий, при которых что-то происходит. Об этом также говорили в одном из последних девлогов. И, опять же, будет большой потом огромный видос, я думаю, под ближе, наверное, к релизу этого обновления. Где мы все снова переработаем. Ну, не переработаем, а что-то перечитаем, вспомним. И чтобы в обновку мы влетали с полным багажом знаний. Вот. А пока можете просто посмотреть видосики девлоги, которые есть также на канале. По всем этим темам уже все есть, все разготовлено, все разговорено, прожевано и пережевано. Генератор уровней. Появится переработанная система подземелья. Перереподземелья теперь станут огромными. Они станут большими и просторными. Вот эти узкие места, которые были раньше, знаете, когда ты идешь, у тебя, грубо говоря, один-одна клетка в проходе. Этого почти не будет теперь. Почти не будет. А может быть, одно из ста мест, грубо говоря, будет все-таки узким. Соответственно, будут широкие пространства. Соответственно, боевка, геймплей у нас даже очень сильно поменяется. Генератор уровней подвергся масштабной переработке. На смену узким коридорам и маленьким комнатам пришли просторные залы. Визуальные декорации подземелья стали зависеть от уровня и богатства подземелья. Да, кстати, это тоже, между прочим, это видно, что, ну, дорого-богато, что называется. Появились новые у нас изображения у входов. То есть, раньше это просто была дверь. Теперь же это прям как настоящие склепы, как настоящие... Я не знаю, нормальные мужицкие подземелья, что называется. Красиво, модно, молодежно. Это мне нравится. Вот. У разной типа демелья появились свои особенности. Например, в склепах большая часть добычи хранится в особенно запечатанных гробницах. А так как катакомбы, вы смотрите, у вас двойными дверьми и обилием библиотек. С книжками, соответственно, возможно, даже ценными, как вы понимаете. Опять же, девлог у нас есть, ссылочка уже приведена. То есть, к тому, сколько уже было девлогов о том, какая масштабная будет эта обнова. В данже будут свои системы открытия-закрытия дверей. В некоторые данжи вы будете заходить вниз, и у вас двери за вами будут захлопываться. Чтобы их открыть, необходимо будет найти специальный механизм, актируйте, и только тогда вы сможете сварить из данжа. Короче, много чего будет прикольного, на самом деле. Едем дальше. Модификаторы подземелья, вот, сериал, между прочим, то самое, о чем я только что сказал. Блин, ну вот я прям как бабка Ванга, мне кажется, логическую последовательность какую-то уже устраиваю в своей голове. Модификаторы подземелья — это особые эффекты, генерирующие в некоторых подземелях либо случайным образом, либо в результате провала контрактов. Они усложняют прохождение путем добавления новых условий, с которыми вам придется иметь дело. Например, отравленный воздух склепов, либо ритуал усиливающий обращенных, да, делая их сильнее очевидно, либо же, вот как здесь у нас видно, закрытые двери, ты спускаешь в подземелье, а все, выйти никак, пока не подерешься или пока не умрешь, просто, да, просто. А умер — начнешь что сначала, потому что это стулшар, да, ну или с последней точки сохранения, вы всегда можете сохраниться на караване, опять же, либо же просто на спавлинке прямо перед самим данжем, как бы. Здесь все тоже максимально прозрачно. Переработанный контракт у нас появляется, огромная, крутая штука, и я ее очень жду, на самом деле, потому что я уже наиграл порядка тысяч часов в эту игру, и мне хочется каких-то более глобальных масштабных изменений, что касается контрактов, которые, ну, уже мягко говоря, прелесть, были однотипными. Контракты были изменены, чтобы лучше соответствовать обновленным подземелям. Помимо выявления новых типов контрактов, не сводящихся к убийству босса или взятию нужного предмета из сундука, многие старые контракты также получили дополнительные механики, условия и особенности, о которых мы, конечно же, узнаем внутри игры. Во время обновления. Система была доработана, чтобы создавать ощущение более живого мира. Контракты в поселениях будут часто смеяться друг к другу, эмулируя их выполнение или же провал другими наемниками. То есть, если вы не взяли контракт, есть шанс, что другой наемник, ну, типа, грубо говоря, этого на самом деле не будет происходить, но система будет эмулировать это так, что другой наемник якобы пришел и прошел или не прошел какое-то подземелье. Соответственно, получаете бафы или дебафы. Подсерейн также получает бафы или дебафы. Ну, в общем-то, прикольная тема на самом деле. Возможно, надо будет гореть жопа, поэтому надо бы стараться как можно быстрее защищать все, чтобы нас только кто-то другой не сделал. Значительным изменением подвергается и процесс взятия контракта. Вы сможете заранее узнать о размере подземелья, некоторых его модификаторах, ну, то есть, которые делают его сложнее обычно. Вот, получить намек на то, с каким мини-боссом внутри подземелья мы сможем столкнуться, а также запросить аванс или подраковаться за величину награду. Напомню, между прочим, интересный момент, что, да, мы сможем получить больше денег за прохождение контракта, однако это нам принесет меньше репутации. Что тоже важно, репутация в этой игре будет совсем по-другому сделана. Я думаю, что сейчас про это будет девлог, скорее всего, отдельный, да, ну, прям прописано следующим пунктом. Что, да, при получении большей награды за прохождение подземелья вы будете получать меньше репутации, то есть, меньше будет, медленнее прокачивать. Чего бы нам, конечно же, наверное, не хотелось. Деньги, я думаю, что мы каким-то другим образом сможем заиметь. Новое поселение Денбри, да, это Питер, Соливарня, солевая столица этого мира. Я уже забыл, на самом деле, как он называется, он вылетел просто из башки название. Если вспомните, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы моя деменция прекратилась наконец-таки. Ой, господи, как же называется-то? Альдор, точно, Альдор. Все, можете не писать. Если написали, напишите, что да, Альдор, или нет, не Альдор. Потому что, может быть, я что-то путаю. Ну, вроде не путаю. Денбри станет финальным четвертым поселением магистрата. Немногие его обитатели пережили войну. Большая часть деревни лежит в руинах, и лишь солевой промыси, охраняемой местным гарнизоном, не дается ей стать окончательно заброшенной. Тем не менее, опытный наемник сможет найти здесь парочку сложных контрактов. Ух ты, сложные контракты именно в Дендре будут. Вот, войскам магистрата в округе крайне не хватает людей. Но для этого есть мы, мы им поможем. Да, короче, прикольно, новая деревня будет. Здесь, может быть, для этого, по-моему, добавить соль. Соль, это будет, опять же, как ингредиент для готовки. Готовка также отдельно будет у нас проговорна, прямо сейчас я чувствую. И немножечко попозже. Предместия. Опять же, был отдельный довлог, как вы понимаете. Предместия. Появится система предместий. Это такие, даже не знаю, как это назвать. Небольшие заставы, наверное, да, пограничные фактически так называются. Предместия новый тип локаций, расположенных в окрестных деревень и гнилой Ивы. Они служат чем-то вроде перевалочных пунктов, предоставляющих нашему наемнику возможность отдохнуть, закупить сам необходимым, а также взять и сдать контракт, получив за это альтернативную награду в виде репутации в Брине или дополнительных денег. Вот. То есть вы можете не приходить в город или деревню, чтобы сдавать контракт, и можете сдавать контракты именно здесь. Получая, опять же, да, доп. награду какую-то в виде денег, либо же репутацию в Брине. Да. Вот такие дела. Опять же, все будет добавлено, написано, 10 предместий с более чем 60 уникальными NPC, десятками новых диалогов. То есть, прикиньте, куча новых предместий, по сути, новых локаций, между прочим, с более чем 60 уникальными NPC со своими особенностями. Это будет интересно прям. Ну, опять же, про это толком, ну, я имею в виду, детально не рассказать, что за NPC это будет и так далее. Но будем посмотреть. В двух словах, я знаю, что там будут точно кузнецы, торговцы различные, соответственно, военные будут со своими, видимо, приколами и так далее, репликами и, возможно, заданиями особенными. Так что будем посмотреть. Это, я же говорю, это огромная куча контента. Просто в голове не укладывается. Доработанная экономика. Да. Про экономику у нас был один из последних, мне кажется, до влогов. Если не последний, я, может быть, немножко путаю сейчас. Значительно углубили торговлю, давая в колебания цен, эмуляцию спроса и предложений, а также возможность зарабатывать, покупая в предместе все возможные товары для сбыта и в других местах. Да, помните, как мы раньше делали с пивом? Мы приезжали на пивоварню, покупали там две бочки пива, ехали в ближайшие деревни и продавали эти бочки пива там с наценкой, ну, там, полтора примерно, мне кажется. Так что теперь такая возможность появится у вас в игре, и вы сможете зарабатывать на этом деньги. То есть покупать не только пиво, но и там различные местные продукты, начиная там, грубо говоря, от муки, хлеба какого-то условного, и заканчивая, собственно, может быть, оружием и вот даже пивом пресловутым. Так что такие дела. Помимо этого давали множество quality of life улучшений, например, ховеры, торговцы, на которых будет содержаться вся необходимая информация о его ценах, предпочтениях и других особенностях. Да, вот, между прочим, как раз на скриншоте это прекрасно видно, что на вере на ховеры, и здесь написано, что этот торговец интересуется алкоголем, броней, драгоценностями, ценностями, инструментами, оружием, материалами. Текущий тип тиры его продажи первый, из скольки-то, скольки, мы все не знаем, я не помню. Говорили об этом или нет? Вопрос хороший. Помню, да или нет. Сложно напомните мне, пожалуйста. Я, правда, не помню этой детали. Вот, и написано, через сколько, вот важное нововведение, через сколько у меня поменяется его ассортимент. Раньше все такие, когда обновляется ассортимент? Теперь же будет все прекрасно видно и понятно. Через два дня у этого чувака будет обновлен ассортимент первого тира. Вот такие дела. Может починить металл, и цена починить 100%. То есть, как бы все эти модификаторы будут сразу же видны. Удобно, классно, прикольно. Отдельный блок опять же есть. Будем читать попозже, полностью в большом видосе, как я уже и говорил. Изменение глобальной карты. Ну, здесь, конечно, есть где разгуляться. Это чисто уже такой, знаешь, переработка карты. Хотели поделить, я насколько помню, карты на зоны, так сказать, в которых будет, грубо говоря, зона начальная, где слабы враги, зона средняя, где враги посильнее, зона, не знаю, близко к эндгейму, где враги сильные, и зона вообще автора эндгейма, где враги невыносимо сложные. Здесь я вижу, что у нас раньше Озбрук находился примерно где-то вот здесь. Вот тут, примерно, находился у нас раньше Маншер, и где-то внизу находился Брин. Теперь же карту, ну, в общем-то, серьезно переработали. Получается так, что Озбрук у нас находится, где Озбрук находится? Вот он, Озбрук. Это у нас, я так понимаю, пивоварня. Или это винодельня, не совсем понятно, что там. Вопросы хорошие, надо посмотреть. Да, это пивоварня у нас, да. Пивоварня. Это у нас город Озбрук, или, точнее, деревня Озбрук. Предместие, наша мельница. Это, видимо, еще одно предместие, или какая-то там небольшая деревушка. Хорошо просто, что это, я не знаю. Ну, смотрим, данж раз, данж два я вижу, как минимум. Данж три есть недалеко. Есть таверна какая-то местная, мельница видна. Данж Т4 также, два штуки. Хижина ведьма, если не ошибаюсь, кажется, видна здесь. Здесь тоже очередная... Не знаю, что это гнилая ива или нет. Наверное, это не гнилая ива все-таки. Хотя, слушай, непонятно. Да, вероятнее всего, либо вот это, либо вот это гнилая ива. А, тут видно, да, озеро маленькое и ивушка. Да, значит, это гнилая ива. Теперь она находится вообще в другом месте. Все видосы, которые я записывал до этого, просто улетают, мягко говоря, в никуда. Становятся максимально неактуальными, в связи с тем, что карту теперь переработали. Будет весело, куча комментариев по этой счету. Ладно. Небольшие переправы. Видишь, здесь сломанный мост, там вот тоже как-то тизерили, я помню. Хотя, по-моему, мне казалось, что он находился ближе к Брину. Ну, Брин как был, в принципе, море, так и осталось. Я вижу, внизу карты. Его, вроде как, местоположение визуально не изменилось. Маншер также немножко переехал чуть ниже и правее, если ничего не путаю. Все еще близко к Брину. Есть заставы, есть... Я не знаю, что это. Это какое-то новое место, совсем непонятно. Кстати говоря, тоже какая-то возвышенность. Черт возьми. Что это такое, интересно? Хороший вопрос. Возможно, здесь живут углежоки, но это не совсем логично, потому что здесь нет рядышком деревьев. Значит, это что-то другое. Башня Тролля. Как была, так и осталось на месте. Здесь что-то особенное, скажется... А, здесь будет делать сидр. Это у нас плантация яблочная, точно. Здесь мы будем покупать сидр. Здесь мы будем покупать пиво. Здесь, где здесь? И что-то мы еще должны покупать. Хороший вопрос, что... Или же это новый тип подземелий. А, может быть, это, знаете, какие-то пещеры или шахты. Да, значит, должны быть шахты по логике вещей, если я ошибаюсь. Скорее всего, да. Напишите в комментариях, что думать по этому поводу. Может быть, я ошибаюсь. Сучки, у вас есть мысли. Блин, интересно, слушай. Но, опять же, видно здесь, что карта обрезанная, да? И она будет явно шире и направо, и налево, и вверх она явно будет побольше немного. И здесь то же самое. То есть, это не вся карта. Она будет гораздо больше, чем здесь изображена. Окей, ну, насчет Брина. Здесь видно, что Брин сейчас остается внизу. Чё пишет. Многие локации были распределены, что по глобальной карте, а путь персонажа по доступному контенту стал более плавным и органичным, чтобы поскорее получить доступ к каравану. Ваш персонаж отправится в Брин. Сразу после выполнения начальных заданий в Озбруке, а уже затем Верн выдаст вам наводки на другие поселения. Контракты с Брина были перенесены в Гнилую Иву и Денбри. Сам город станет чем-то вроде коммерческого центра, где вы будете приезжать ради покупки нового снаряжения и некоторых новых улучшений каравана. То есть, в принципе, по сути, в Брине у нас больше контрактов никаких не будет. Мы будем ехать вместо Брина после Маншира. Будем ехать, соответственно, в Денбри. Денбри, я так понимаю, здесь у нас не показано на карте, судя по всему, потому что, да, я здесь его не вижу. Это же какой-то морской город, морская деревня. Скорее всего, это вот тут примерно будет находиться. Вот тут, вот тут, вот тут я мышкой вожу на вскидку. То есть мы отсюда будем ехать в Денбри и в Гнилую Иву. Что интересно, вот сюда вообще другой край карты, получается так. Хм, ну интересно, слушайте. Теперь мы будем просто органично постоянно передвигаться по карте туда-то туда, и это не будет казаться, знаешь, как у тебя огромный пришивый кусок карты, ничем не занятый, ничего не приспособленный, как будто бы. Ну вот, так что, да, будем посмотреть. Деревни, я смотрю, маленькие также остались здесь на удалении от всего абсолютно. Тоже круто. Окей, хорошо. Есть также отдельный влог, посвященный этому тоже вот читали, смотрели, разбирали. Готовка. Появится механика готовки. Да, теперь на кострах по помощи котелка мы сможем готовить себе кучу разных блюд и всего разного. Мы можем посолить здесь себе мясо, можем приготовить себе какой-то простейший супы и так далее, который будет нам также давать бафы различные, приятные. Так что готовка, отдельная система. Нет ничего лучше, чем сытый ужин у костра после сложного контракта. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно, выбрав рецепт по вкусу из около 40 возможных блюд. Понимаете? 40 рецептов блюд. 40, Карл, 40. То есть тебе не говорят, что мы вам выкатим 10 блюд и готовьте их? Он говорит сразу, знаете вам, пацаны, 40. Так, 40 разных рецептов блюд. Черт возьми. Гордон Рамзи. Чувствую, Гордон Рамзи должен будет играть в эту игру, потому что он хочет проверить, насколько вкусные блюда у нас были в Альдоре. Каждое блюдо обладает полезными свойствами. Поднятием иммунитета или рассудка, сопротивляемостью усталости, иногда даже некоторыми боевыми эффектами. Не забудьте про специи, чтобы продать им дополнительные бонусы. Да, кстати, а я забыл про специи. У нас же появятся прикольные специи, которые будут давать еще более крутые бафы. Нам об этом говорили. Специи нужно покупать в специальных местах. Но это будет очень клево, я думаю. Это будет совсем другой стулшарт, не тот, который мы знали раньше, не такой простой, более комплексный. Создание расходника также у нас появится. Да, также это будет у нас доступно и в караване, и что-то будет доступно с беск по караван, сколько я помню. Сможем картили себе сети, веревки, различные бинты, спальники. То же самое, между прочим, фураж. Если не ошибаюсь, это называется, да? Или что это такое? Нет, это не фураж. Это у нас называется... Это просто у нас штука для того, чтобы можно было, да, кастрюзводить. Это не фураж, быканул, получается, да. Думаю, бомба может быть самым делать. А вот он, фураж у нас, basic action, да. Фураж будет немножко в другом месте находиться, но это еда для лошадей наших. Механика крафта позволит вам самостоятельно создавать некоторые расходники из подручных материалов. При условии, что вы располагаетесь нужной инструкцией, всего в райсторе, что будет доступно 15 инструкций для крафта, позволяющих мастерить множество полезностей от дымных шашек до мази. Да, инструкции также мы сможем покупать, находить, насколько я помню, и, возможно, даже что-нибудь из инструкций, скорее, рецептов, это будет называть правильно, нам давать некоторые NPC. Альдельный блок также у нас был по этому поводу. А вот это уже новое. А вот это вы уже точно не видели сами. Новые мини-боссы, которые появятся в игре. Появится всего 7 новых мини-боссов, чернокнижники, неупокоенные и даже умертвие. Смотрите, с вами в финальных залах склепов. Все они обладают своими уникальными способностями и механиками. Некоторые потребуют особый подход. То есть эти чуваки, крутейшие, просто новые, прорисованные, классно сделанные персонажи, будут иметь... Я вообще он просто колонну украл в подземелье. Вообще нормально, интересно. С плитой уходят, а вообще с гробом на спине. Это будет интересно, слушайте. Я так понимаю, что это будут совсем новые скиллы, которых нет, не было и нет, сейчас ни у кого. Это будет совершенно новая экспириенция. Это будет круто подпись. Знаешь, такой маленький челлендж. Не знаю, так и вижу название для стрима. Убить всех новых мини-боссов. Будет прикольно, я думаю. Так, едем дальше. Ну, про это, видите, опять же, никто ничего не писал, поэтому все их характеристики можно только ванговать и гадать. Что они из себя представляют, сказать пока сложно, крайне. Доработная система репутации у нас появляется. Да, про это же говорили раньше, был ДНД-влог. Что? Эту систему также достигли изменения. Да, да, да. Чтобы давать ей детали, разнообразие, мне ставили типовых, одинаковых для всех бонусов. Каждое поселение будет обладать собственным набором перков, включая уникальные. Например, благодаря перку передний край магистрата, это выполнение контракта в Денбрии будет давать... Будет являться самым быстрым способом получить репутацию в Брине. То есть, чтобы апплодить нам репутацию Брина для каких-то там своих деловых целей, ну, скорее всего, для покупки и так далее, различных товаров, нам нужно будет отправиться в Денбрии и выполнять контракты именно там, чтобы она давала максимальное количество репутации. Об этом тоже говорит. Ну, соответственно, выхлаждение контракта в других городах также будет давать другие прикольные штукенцы. Далее едем. Ребаланс снаряжения врагов и способностей нас ждет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это просто отдельная тема, которая, я чувствую, была крайне сложная, наверное, самая сложная задача этого влога. Ребаланс снаряжения врагов и способностей. Рекс Торичес, мы изменили подход к прогрессии врагов в подземелье снаряжения. Все они будут перейдены на систему тиров от первого до пятого. Это решит сразу несколько задач. Таким образом, мы сможем эскалировать доступный контент на все 30 уровней, а также легче распределять его по игре. Многие предметы, которые до этого почти не использовались, найдут свое применение в новой системе. А классическая проблема с меняющимся от патча к патчу и недоступным снаряжением сама собой уйдет в прошлое. Естественно, подобная система невозможна без полного ребаланса. Поэтому снаряжение враги некоторые способности получат пересмотренные характеристики. Сильнее всего это коснется экипировки. Теперь в каждой категории оружия и бароне имеется от 2 до 4 условных подкатегорий, решительных на разные билды. Что вы видите из этимизации персонажа, я так понимаю, билды снаряжения тоже на новый уровень. То есть вы поняли? Всего у нас будет 5 тиров врагов. 5 тиров подземельных, сколько помню, тоже обещали делать, соответственно. То есть у нас будет 5 тиров врагов. То есть прийти сейчас со старта в Т3 данж, вас явно не получится, вас там просто запинают и смешать с грязью. Но тем интереснее будет развиваться и передвигаться по карте, достигая новых областей, где можно будет получать более приятные плюшки и, соответственно, подходящие по твоему уровню врагов и так далее. Далее едем. Смотрим, что еще у нас есть. Новые предметы появляются. В Рекста Речис вас встретит множество новых вещей. 5 новых видов брони. Ой, какая красота. Оля, это бубы? Это не бубы, получается. 5 новых видов брони появится. 1 новый шлем. 2 новых ожерелья. 5 новых двуручных мечей. У-у-у. 3 новых двуручных молота. 8 новых кинжалов. Ой, наконец-то кинжалы звездного. Боже мой. Мне кажется, кинжалчики до этого были максимально обделенные в плане кинжалов. 2 новых щита. 6 новых типов товаров. 15 новых ценностей. Ух ты. 10 новых ингредиентов. 5 новых сумок. Каждая, кстати, игра. Будет отдельная система сумок. Да-да-да. Про нее мы также говорили в одном из девлогов. Да-да-да. Будут сумки храбалистов и так далее. Да-да-да. Прикольная тема. Будут огромные рюкзаки, которые позволяют вам будут проще выживать. Доработка выживания. Вижу, тоже поменяли. Об этом тоже был отдельный девлог. Ветка выживания. Подавилось множество изменений таких в плане структуры, так и в плане отдельных умений. Разделка станет доступна из самого начала, что позволит помочь получать мясо с убитых животных без клипа вложений. Ну, наконец-таки. Это же было логично. А вот для добычи шкур и прочих ингредиентов вам потребуется изучить способность находчивость. Да. Ну, что ж. Будем учить, что поделать. Способность спривала также и была изменена. Так, что говорят. Те-те-те-те-те-те-те. Сейчас. Значит, да, усилит ее эффект. Да, что говорят. Бодрость появится. Да, бодрость. Бодрость появится. Прочие улучшения. По имени крупных изменений, мы также бы неплохо поработали над многими второстепенными вещами. Доработали логрин поиска пути для врагов. Теперь не учитывая множество дополнительных факторов, вроде АОЕ, зон водоемов своих союзников. Что значительно улучшило их поведение. Ну, это логично, да. Но АИ был до этого достаточно умным. Так теперь он станет вообще безумно разумным. Пересмотреть систему стани и сделать их первые переходы между ними куда более плавными и логичными. Что в будущем даст возможность настраивать поведение врагов более гибко. Ну, это сложно, что для понимания, что не имею в виду. Более плавный... Более плавная система ИИ. Интересно. Работать систему шума, сделав ее более предсказуемо и прозрачным. Для привлечения внимания врага вам понадобится больше... А, больше не понадобится разбивать около него полдесятка бутылок. Отлично. И орать тоже не придется в подземельях. Переработали алгоритм добычи в подземельях. Переведя его на систему, позволяющую настраивать содержимое контейнеров быстрее и проще. Ну, это что касается получения лута. Переработали некий технический аспект системы сохранения. Оптимизировать размер сохранения и ускорить время загрузки. Ну, окей, это будет круто. Да, это здорово. Ускорить наше быстрое действие и загрузки. Это клево. Доработали систему сброса локаций, делав ее более модульной. Теперь предыдущие больше не будут бесконечно валяться в подземельях, а в поселениях, а забранные грибы, ягоды и прочая растительность. Будет снова вырастать спустя некоторое время. Но сейчас они, в принципе, так вырастают. У нас, по крайней мере, ягодки точно. Грибы не уверен. Вот. Хорошо, круто. Переработали систему спавна врагов и в подземельях, и на поверхности переведя их на формат групп по архетипам, либо же вручную прописанных шаблонов. Изменили принцип спавна врагов в открытом мире, убрав абсолютную привязку к уровню игрока. Встречающиеся враги теперь зависят от зоны глобальной карты. Да, это будет круто. То есть ты теперь не будешь приходить обратно в Озбрук и получать врагов пятого тира. Нет, такой тир больше не будет. Оптимизировали алгоритм генерации дорог по земле и точек интерес на глобальной карте. Да, появятся новые точки интереса. Отдельная тема, между прочим, по этому поводу была. Адаптирую преддвижок инструментарий для работы с диалогами, что позволяет заставать их быстрее, проще, чем раньше, когда все связи и взаимодействия проходили с прописанной через код. Да, это был обстоятель, как ранее я понимаю. Добавили полторы тысячи новых диалоговых реплик. Полторы тысячи диалоговых реплик давали. Они сумасшедшие уже сейчас. Добавили несколько новых точек интереса и поручений. Добавили 12 новых Steam достижений. А также пересмотрели требования к некоторым старым. Сделали требования менее душными. Отлично. Это, скорее всего, касается книг и пива. Добавили множество новых звуковых эффектов. Перерисовали и лучше множество спрайтов и прочих ассетов. Господи, как же они хороши. Ух, у меня же сосочки затвердели, мне кажется. Шучу, одна шутка. Теперь мы говорим о ближайшем будущем игры. После выхода Rx2Ritch мы собираемся изменить стратегию выпуска обновлений. Перейдя на выпуск более частых патчей с меньшим объемом изменений. Подобный подход, к сожалению, был невозможен при разработке Rx2Ritch, где все системы являются частью единого целого и требуют друг друга полно... требуют друг друга для полноценного функционирования. Объем работ был поистине огромным. И эта часть часто приводила к ситуации, когда мы по ходу разработки осознавали, что для введения определенной фичи нам придется переделать или добавить какую-нибудь дополнительную механику. Однако теперь, когда последняя крупная механика Ego Caravan завершена, мы наконец-то сможем переключиться на более модульное контентное обновление. Детальнее о режиме будущего патча мы расскажем после выхода Rx2Ritch вместе с публикацией обновленной карты разработки. То есть будет новый roadmap, отлично. Также существует определенный риск того, что некоторый контент, который пока что не работает стабильно, может быть отложен и включен в игру вместе с хотфиксами, которые последуют за Rx2Ritch. Хотя мы сделаем все в наших силах, чтобы простараться закончить ее к заявленной дате. Это касается главного образа некоторых новых контрактов, модификатором подземелий и событий последователей. В качестве сюрприза мы также некоторое время работали над новым типом точек интереса, пещерами. Да, мы про них помним. Однако для отладки алгоритмы и генерации нам все же, скорее всего, понадобится немножко больше времени. Ну ничего страшного, по термам пещеры, пещеры это важно, круто и здорово. Поэтому пещеры, скорее всего, будут, я так понимаю, уже либо к концу года, либо все-таки в следующем году, в начале. На этом все. Как уже было сказано, это последний дэвлог, посвященный Rx2Ritches, не игре. И дата выхода обновления 16 декабря. Короче, если еще успеют доделать каким-то чудесным образом и пещеры к моменту выхода обновления, это будет просто архи-круто. Ну вот и все, ребятки. Спасибо всем за просмотр дэвлога. Увидимся ближе к релизу обновления. У нас будет огромный видос, я думаю, часа на три, где мы будем все подробно расписывать, разжевывать, я запасу печенками, водичкой. И будем разбирать полностью все каждые моменты, касаемо этого гигантского поистине масштабного обновления. Так что, микрофон был Кэп. Не забудьте подписаться, поставить лайк, приходить на стрим. Обязательно на микрофон... и встретимся на игре с луншартом, на моих стримчиках. Всем хорошего вечера, дня, ночи, чего бы там у вас ни было. Всем пока и до встречи, ребятки.